Привет народ! И сегодня я продолжаю рассказывать про программу Крио Параметрик и ее возможности. Сегодня я расскажу для начинающих, как построить маленькую секцию трубы с креплениями фланшем. Давайте посмотрим, как мы ее сделаем. Вот наша деталь, вот ее плоскости. Выбираем ту плоскость, в которой мы хотим строить черти трубу. И нажимаем на эскиз. Трубу мы хотим построить диаметром 50 мм. Это должен быть внутренний диаметр, а не наружный. Поэтому я просто строю окружность диаметром 50 мм и нажимаю ОК. Я не рисую стенки, обратите внимание. Вот так это выглядит и теперь я жму на вытянуть. И программа сразу же предлагает мне вот такой маленький цилиндрик. Цилиндрик она предлагает мне построить, потому что, хотя это и неправильно. Я хочу не цилиндрик, а я хочу вот такую трубочку. И здесь мы выглядели, что я нажал вот на толщину сечения. Толщину сечения и здесь я задаю толщину сечения 10 мм. Вот так получилось. Программа по умолчанию думает всегда, что толщина сечения это внутрь. Нет, это наружу. В данном случае, конечно же, это наружу обычно. Наверное, в большинстве случаев это во внутрь идет. Высота трубы будет 70 мм. То есть, вот такой отрезок мы видим. Отлично. Теперь давайте построим для этой детали 5 лапок вот здесь снизу. Для подболты М6, например. Мы не будем строить 5 лапок. Мы построим одну и потом, используя функцию образец, размножим ее. Как мы это сделаем? Давайте посмотрим. Вот так. То есть, мы прорисовываем одну лапку. Здесь одно. Одна окружность, вторая окружность. Первая окружность будет 6,4 мм. Вторая окружность будет 13 мм. Расстояние от центра будет 43 мм. И тут я достраиваю стенки. Вот из этой точки я веду линию вниз. Я хочу вот на эту кромку прямо построить мою линию. Но эту кромку я еще не занес в привязки. Привязки это так называемые такие части деталей, которые программа опознала как ваши точки референцирования. Здесь вот ее нет. Она еще не знает, что мы хотим к этой кромке привязаться. Что нам для этого надо сделать, чтобы она долго это узнала? Нажимаем Alt. И вы видите, что программа бросила эту линию. И сейчас я вожу только мышки. И вот эта моя кромка, она зеленеет. Я навожу на кромку и нажимаю один раз левый клик. Все. И она уже стала у нас в привязках. Вот она. Я легко вожу по этой кромке. Теперь оставляем на кромке эту линию. И теперь то же самое делаем для правой стороны. Вот так. Так у нас отлично получилось. Теперь сотрем все лишние вещи. Это нам не нужно. И это нам не нужно. И это нам не нужно. И это нам не нужно. А что нам нужно? Так нам нужна линия вот здесь, которая идет ровно по этой кромке. Чтобы эту линию сделать, воспользуемся вот этой кнопочкой. И вот так она у нас получается. То, что стоит по бокам, сотрем. Она нам тоже не надо. И вот. Вроде все выглядит правильно. Все выглядит правильно. Значит, жмем ОК. Жмем ОК. И теперь вытянуть. Так. Ширина этой ножки 12 миллиметров. Конечно же, в другую сторону должна она быть направлена. И я жму ОК. Вот так она выглядит. Но, как я уже сказал, нам нужна не одна ножка, а пять. Что мы для этого делаем? Чтобы получить пять ножек. Мы левой кнопкой выделяем вот это вытягивание 2. Это вот она и есть у нас. И идем сюда. Образец. Мы хотим эти ножки сделать вокруг вот этой оси. Значит, мы выбираем размер, направление, ось. Ось это то, что нам надо. Выберите объект. Вот она наша ось. И программа предлагает нам сделать четыре копии. Нам на рынке четыре. Нам надо пять. Вот я ввел пять копий. Но ничего не изменилось. Потому что здесь программа полагает, что мы хотим иметь 90 градусов между двумя этими ножками. Это не 90 градусов. Я не хочу задавать здесь угол. Я хочу, чтобы программа просто распределила эти пять ножек по всей окружности. И для этого мы идем сюда и задаем, по какому, сколько у нас градусов в этой окружности. Здесь 360, например. Если бы мы ввели 180, то программа распределила бы только на 180 градусах эти пять точек. Нам 360, конечно, намного лучше. Жмем ОК и смотрим, что получилось. Вот так вот это выглядит. И теперь давайте построим еще один маленький фланж. Фланж будет вот с этой стороны. Для этого построим одну дополнительную плоскость. Дополнительную плоскость. Вот так, как я делаю. 40 миллиметров. Сменим направление стрелки. Вот так. Вот так это выглядит плоскость. И теперь построим в этой плоскости эскиз. Для начала сделаем ось. Потом сюда. Здесь добавим вот такую окружность. Диаметр 30 миллиметров. И здесь немножко в стороне от нее добавим вторую окружность. Диаметр 14 миллиметров. Расстояние 18 миллиметров. И теперь давайте соединим эти две окружности. Вот таким вот образом. Вот таким вот образом, чтобы появлялась эта буква Т. Т, значит, тенденциаль. Так. То есть, нажмем сюда, чтобы она лежала по касательной. Эта линия. Вот. Видишь, что здесь что-то изменилось. А, нет. Это лежит уже по касателям. И вот так. Хорошо. Теперь давайте зададим расстояние до верха. Давайте пусть это будет 20 миллиметров. И снова стираем все, что нам не нужно. Вот эти части. Эти части нам, нам не нужны. И сейчас выделяем вот это все. И делаем зеркальную копию. Вот так она выглядит. Вот так она выглядит. Это наш эскиз. Жмем вытянуть. Вытянуть, конечно же, не в эту сторону, а в другую. И не так глубоко. А мы хотим, чтобы наша деталь шла только до этой поверхности. Тогда мы так выбираем. Вытягивать до следующей поверхности. И вот как это у нас получается. Вот так. Давайте здесь сделаем еще одно отверстие. Чтобы не ловить центр. И нам нужен вот здесь центр. Найти вот этого первоначального отверстия. И его нет в привязках. Снова используем Alt. И вот сразу видим мы, что тут появилась одна привязка. И вот он теперь центр. Мы его видим. Рисуем здесь нашу окружность. 22 мм в диаметре. Ок. Как и в прошлый раз. До следующей поверхности. Но только теперь. Мы будем. Мы будем удалять материал. Удалять материал. Вот так вот это выглядит. И теперь давайте добавим два отверстия. Чтобы добавить отверстия нам потребуются две оси. Две оси. Сперва вот ось, которая вот здесь к отверстию. К этой полуокружности относится. И вторая ось вот здесь. Как добавить оси? Очень просто. Жмем сюда на ось. И выбираем элемент. К чему относится эта ось. В данном случае вот так вот. Как у меня получилось. Снова вторая ось. И идем сюда. Таким образом мы видим вот эти две новых оси. И теперь жмем снова на отверстие. Размещение. У нас. У нас. Два параметра к чему мы хотим привязать это отверстие. Первое. Это вот эта площадь. То есть отверстие должно начинаться на этой площади. И проходить ровно по этой оси. Значит мы зажимаем control. Один раз кликаем на этой площади. Второй раз на оси. И выбираем какое именно отверстие мы хотим создать. Например, M6. M6 с глубиной 12 мм. Жмем окей. И еще раз. То же самое, только еще раз. Зажимаем control. Площадь. Ось. M6. 12 мм. Снова окей. Это все. Мы создали эту деталь. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.